Привет всем, с вами Борис Петников, Vanguard Real Staker. Я только что вернулся в Флориды, где мы сделали обзор недвижимости по Флориде. Как вы знаете, Флорида очень теплый штат, очень многие люди ездят туда отдыхать, и также многие инвестируют деньги там в недвижимость, чтобы они имели возможность сдавать это туристам и тем, кто приезжает отдыхать в Флориду. В Флориде мы встречались с местными специалистами по недвижимости, которые показали нам много разных объектов недвижимости и разных вариантов для инвестиций. Мы сделали видео, чтобы вы, наши клиенты в Манитобе и Виннипеге, могли посмотреть эти варианты инвестиций и увидеть своими глазами, как это все выглядит там. И мы хотим показать вам это видео прямо сейчас. Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube-канала. С вами сегодня Надя Эггерс, я ваш риэлтор во Флориде. И сегодня я хотела вам представить нашего особенного гостя Бориса. Борис, вернее, сам себя представит. Он мой коллега из Канады. Борис, пожалуйста. Спасибо. Привет всем. Меня зовут Борис Медников из компании Vanguard Real Estate. Мы находимся в Канаде, в провинции Манитоба, в городе Виннипег. Мы приехали сюда, в Флориду, чтобы посмотреть недвижимость для наших клиентов в Виннипеге. Они заинтересованы покупать недвижимость для инвестиций и также для себя, для развлечения, для того, чтобы приезжать в отпуск и на отдых. У нас в Виннипеге довольно холодно сейчас, когда мы снимаем это видео в Виннипеге, минус 25, а здесь плюс 28, да? Поэтому это намного приятнее. И мы сделаем это видео для вас. Мы посмотрим несколько домов сегодня, сравним, посмотрим, что подходит больше, какому типу клиентов и ознакомимся с разными домами. Борис поставил мне такую достаточно непростую задачу. Хотел сравнить три разных объекта, совершенно разные пропортия. Одно кондо, таунхаус и дом. Но ценовая категория, она одинаковая. То есть мы сегодня в одном видео, оставайтесь с нами до конца, в одном видео мы покажем, что можно купить в Орландо, как инвестиция до 300 тысяч долларов. Сейчас мы с вами находимся в очень хорошем комьюнити. Опять-таки мой любимый район Метро Вест. Почему он любимый? Я уже во многих видео говорила, здесь цена и качество очень совместимы. Центральное расположение в Орландо, отличные школы. Сам комьюнити очень чистый, очень ухоженный, гейтед. Здесь ворота есть на въезде, то есть муха не пролетит. Все чисто, ухоженно, здорово и семейное. Здесь к воротам приезжают школьные автобусы, забирают детей утром, привозят вечером. Ну, хорошее место. Давайте посмотрим кондо, которое мы для вас нашли. Проходите, пожалуйста, в это кондо. Мы расскажем поподробнее, очень быстро по цифрам, потому что у нас сегодня достаточно ограниченное время. Это кондо находится, опять-таки, в комьюнити Стонбридж, area Metro West. Выставлено на продажу было за 260 тысяч долларов. Три спальни и два санузла полных. Площадь 1247 квадратных фит, что в переводе на метраж 116 квадратных метров. Достаточно большое кондо с шикарным видом. Мы потом посмотрим, балкон выходит на парковую зону и на бассейн. Эчуей. Эчуей, конечно, в кондо эчуей, это всегда такой небольшой минус, потому что они всегда будут выше. Здесь у эчуей больше ответственности, больше ремонта, который лежит не на владельцах, а на самом эчуей. Поэтому, естественно, эфи выше. Но, возвращаясь к вашей просьбе, вы хотели, Борис, чтобы я вам показала хорошую инвестицию, как инвесмент. Я вчера сделала свою домашнюю работу и пробежалась по цифрам прибыль и затраты. И получается где-то 6-7% годовой прибыли. Плюс амортизация где-то обычно в нормальные года 3-4% в год, но в прошлом году это было бы все 50%. Да, в прошлом году это было бы не нормальный. Значит, 3-4% это поднимается. Ежемесячно, да. Ой, ежегодно, извините, в Орландо. Но, да, сложив и сделав математику, все затраты я учла и эчуей, и страхование, и налог. Это кондо можно сдать за 2300 в месяц. И все это привело меня между 6-7% даже ближе к 7%. Отлично, спасибо большое. Посмотрим. Давайте пройдем, посмотрим кондо. В общем, здесь у нас достаточно просторная кухня. Бытовая техника не новая, но она в отличном состоянии. Кстати, кондо прошло на 100% инспекцию, то есть придраться здесь не к чему. То есть инспекция была сделана до того, как выставили на рынок? Нет, мы уже зашли под контракт и была уже инспекция. Завтра у нас, кстати, оценка приходит. По цене я хочу сказать, что цена очень хорошая, поэтому быстро зашли под контракт. В основном две bedroom condo в такой ценовой категории, но мой владелец хотел просто продать, не хотел там что-то сидеть долго там ждать, и сразу мы зашли под контракт. Здесь находимся где? Здесь у нас столовая, Борис стоит в гостиной, в family room. Красивый балкон. Красивый балкон мы посмотрим попозже, наверное. Можешь сейчас показать. Виден бассейн оттуда? Это вид из гостиной как раз на парк. Все полностью, сетка, да, чтобы они не залетали? Сетка антимоскитная и бассейн. Там были минут пять назад? Да. Спальни идут здесь распашонкой, что очень удобно, хозяйская спальня, она идет отдельно от двух других гостевых спален. Проходи, пожалуйста. Размер спальни, как вам, Борис? Хороший. Это мастер, да? Это мастер, да. Да, довольно неплохой размер, хороший большой шкаф, walking, и вход в туалет. Здесь полный санузел. О, с душевой. О, хорошее качество. Да, то есть full master дадим со всем, что нужно. Содержалась конда в очень хорошем состоянии, если что-то, какие-то проблемы были, сразу фиксировались. На самом деле здесь проблем не было очень много. Сушильная машина. Деревянное здание или это из-за блока? Во Флориде в основном блочные только первые этажи, а все, что выше деревянный каркас, это по коду строится из-за ураганов. Хотя до Орландо ураганы доходят не в такой сильной степени, чтобы разрушать здание, но это закон Флориды. Небольшая спальня. Ну, она нормальная, это детская? Да, для детской очень хорошо пойдет. Между спальнями полный санузел уже с ванной, светлое большое окно и такого же размера и вторая гостевая. Да, мне кажется, очень светлое, очень много солнца и очень светлое, большие окна, и высокие потолки. Это 9 фут. Хороший окон. В каком году строился? Строился в 2006 году, комьюнити строился. В принципе, весь метр АВЭС застраивался приблизительно в этих годах. Есть постарее комьюнити, как Централ Парк у нас, там 1996 года и потом стали дальше. По-нашему это не старое. По нашим меркам это совсем не старое. У нас очень old housing stock, у нас очень много домов, которые старые, и если дом поддерживался в хорошем состоянии, у нас есть дома 1920 года, которые сто лет, есть в хорошем районе, в дорогом люди покупают, он может стоить даже миллион долларов. Честно говоря, такие дома, они были, мне кажется, крепче даже, чем новые. Они были сделаны по другим стандартам, они были сделаны очень качественно, опять же, но очень важный мейтеннесс. Если они правильно смотрели over the years, он классный дом. Если убили, то уже не то. Ну, здесь у нас есть похожесть наших регионов в этом. Ну что, друзья, проедем к другому объекту. Все, увидимся в следующем доме. Друзья, мы продолжаем наш тур по объектам, которые стоят менее 300 тысяч. Снова Борис. Борис, спасибо, что вы с нами. Спасибо, что показываете нам эти дома. Сейчас мы находимся в районе, сейчас мы будем смотреть уже single home, то есть отдельно стоящий дом. Что мы смогли найти до 300? Это, конечно, здесь не будет школ хорошего рейтинга, но расположение, location, я пытаюсь переходить с одного языка на другой, расположение очень хорошее. Это downtown Orlando, рядом с Millennium Mall. По поводу безопасности этого района, к сожалению, я не могу сказать ничего очень положительного, но сам район, здесь развита очень инфраструктура. Опять-таки, я говорю, это downtown Orlando, инфраструктура и въезды на все развилки, на все highway, на все шоссе, здесь очень близко и четверка. Ну, в общем, в принципе, как инвестиция этот дом может быть неплохой. То есть мы можем сказать, что его плюс в цене и в месторасположении, но район не из лучших, но, конечно, до 300 тысяч мы не можем ожидать самый лучший район города. Да, 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 конечно, конечно, в район с хорошими школами не будет таких цен на дома. Мы сейчас как раз его видим, чтобы сравнить разные типы домов по похожим ценам. Ну, кстати, по моей таблице я просчитала ROI, это Retinone Investment, возврат по инвестициям. В принципе, цифры показали те же самые, что и конда, из-за того, что здесь нет HOA. Окей, это важно. Это будет подешевле сдаваться, но HOA нет, поэтому цифры такие, те же самые, 6-7%. Окей, давайте посмотрим. Да, давайте пройдем, посмотрим. В отличие от домов у нас в Винни-Пеге, я обратил внимание, что здесь почти ни у кого из домов нет бейсмента, у нас всегда, ну, не всегда, но почти всегда будет полный бейсмент, который мы делаем еще дополнительную спальню, салон, ванную комнату, игровую комнату. Здесь бейсмента нет, поэтому то, что мы видим на центральном этаже, это, в принципе, то, что есть. А во Флориде не могут быть бейсменты, в принципе, потому что у нас ground water. Да, то есть, да, но можно здесь найти дома, но они в другой ценовой категории, где строятся квартиры, полные апартаменты, там, один бедрум над гаражом. Окей. Или если большой участок, можно построить гостевой домик. Да, здесь у нас такой карпорт, чтобы, когда идет снег, чтобы снег не падал на машину, да? Очень хорошая шутка, Борис. У нас вот для этого. Давайте пройдемся быстро по цифрам. В доме три спальни, две полных ванных. Метраж дома 1152 квадратных фит. В переводе на метраж, опять-таки, 107 квадратных метров. И что есть здесь? Нет, ноль. Но, опять-таки, не будет бассейна, не будет клабхауса, нет ворот. Это не гейтед комьюнити. Но зато ноль в месяц. Сколько заплатил, сколько получил. То есть, дом был построен в 1964 году, и мы можем увидеть, что недавно был сделан полный ремонт. Покрасили, да? Да, они обновили. Новая кухня не входит в продажу, как мы видим, бытовая техника. Это все будет докупаться. Потолки более низкие. Потолки здесь ниже. В старых домах у нас, в принципе, ниже потолки везде. Но вот здесь мы находимся. Наверное, я бы здесь столовую сделала. В принципе... Мне кажется, они не пользуются центральной дверью вообще, она не работает. А центральную дверь, да, мы в ней не смогли зайти. Получается, что можно столовую и там салон, или наоборот? Можно и наоборот, да. Или кто-то хочет гостиную вместе с кухней, можно здесь делать. А столовую тогда здесь можно обустроить. Но мне кажется, здесь помещение само побольше. И, как видно, это была пристройка. Ну, так это выглядит. Раньше этой части не было. Так это выглядит. Но опять-таки, она под кондиционером, если видите. То есть, они привели сюда систему кондиционер. Они вывели систему старого дома. Вот такая стена, более толстая. Вот, кстати, говоря опять вот об этом помещении. Вы спрашивали про Airbnb, если можно... Из этого помещения можно сделать студию. Окей. И опять-таки, тогда закрыть вот эту перегородку. И вот это будет отдельный вход для... Кто-нибудь вот снимет такое на студию? На Airbnb, да? Какая примерно, на что можно примерно ожидать, если сдавать вот такое? То есть, жить в той части и сдавать это... Но если на Airbnb, это, конечно, знаете, как прийти в салон и спросить свои родители на салоне. Но на студию, я думаю, будет где-то 80 в ночь. Окей. На студию. Это неплохо. Опять-таки, здесь Downtown Orlando. Здесь проходят очень... Здесь у нас большие конференции, холлы, куда приезжают профессионалы. И они именно ищут Airbnb в Downtown Orlando, чтобы им было удобно добираться. Вот, большой ярд. Да. Достаточно большой. Да, не ухоженный, но большой. Не ухоженный, да. Забора не хватает, это можно поставить. Очень красиво. Как у вас по... Потому что касается пристройок. То есть, например, если я хочу пристроить еще кусок дома, есть ограничения на покрытие, на Land Coverage? Сколько участка могу покрыть зданием? Или я могу пристроить, что я хочу? Хороший вопрос. Вот Дэвид бы лучше ответил. Мы только что в своем доме строили гостевой дом. Пулл-хаус. Окей. Да, есть, конечно, ограничения. Сколько от забора, от одного, от другого. Ну, в принципе, можно. Ну, в принципе, да, это можно, и это несложно. Окей. Да. Пермиты нужно получать в Downtown. Место есть. Здесь спокойно можно поставить гостевой домик. Да, согласен. Вот это дерево скоро порвет электрические линии. Вот там вот. Ну... Это будет позже. Да, давайте посмотрим оставшуюся часть дома. Светлая гостиница. Да. Гостиная. Гостиница. Мы уже сделали две гостиницы. Окей. Здесь у нас полный санузел с ванной. Тоже отремонтировали, да? Тоже отремонтировали, да. Не самое лучшее, но сделано. Ну, вы знаете, конечно, здесь не был дорогой материал вложен. Это, скорее всего, был флип. Достаточно быстрый. Полы виниловые. Ну, похоже на дерево, кстати, неплохой цвет. И винил очень прочный материал. Да, у нас он очень распространен. Если вы, особенно, если это будет инвестиция, вы будете сдавать, он, этот материал неубиваемый. Да, небольшая комната, нормальная, небольшая. Небольшая. И еще одна небольшая совсем гостевая спальня. Со шкафом. Два больших окна. Светло. Три спальни. Три спальни. Это сингл пейн? Кажется, да. Я, честно говоря, не посмотрела. Ну, вы знаете, мне кажется, эти окна были заменены. Это не оригинальные. Не оригинальные. Да. Похож на стеклопакет. Мы их вот так проверяем, но это долгой. А? Мы проверяем их вот так вот. Видите, две лампочки? Посмотрите, отражение фонарика. Так. Значит, долгой. Ага. У нас обычно тройные. Ну, двойные бывают, но тройные. А это вот мы просто включаем лампочку, фонарик, и сколько отражений, столько. Интересно. Нужно будет у вас. У вас такое. У нас это обязательно речь. У вас там меньше интересует. Нас это как бы. Нам надо знать разное. Да, нас только она совсем не интересует. И вот еще одна небольшая комната. Все три комнаты маленькие. Ну, это как бы такая мастерная, потому что у нее шкаф. Это мастерную. Здесь, я даже не знаю, какого размера кровать можно поставить. Да, небольшая. Queen size. Queen size. В месяце. И отдельная. Душевая. Отдельная душевая. Да, отдельный санузел. Шкаф. Ну, в резюме. Мы все увидели здесь. Такой вот. Да, мы сейчас. Все, мы едем в следующий дом, да, сейчас? Едем в следующий объект. Это будет Tank House. Поехали. Друзья, наконец-то мы доехали до третьего нашего объекта с Борисом. Делаем обзор трех разных видов недвижимости, но в одной ценовой категории. Сейчас мы приехали в Town House. Town House находится рядом с downtown Winter Garden. Это очень интересное такое историческое место. Это исторический downtown с улочками, выложенными кирпичом, множество ресторанов, баров, магазинчиков бутиковых. В общем, очень интересное место. Здесь проходят фирмерские рынки. Очень много фестивалей. Такое очень козье, как это точно перевести? Уютное место. Уютное место, да. Опять-таки, из исхода по финансовому смыслу, такой Town House, после всех цифр, которые я сложила, вычла, за сколько будет сдаваться. Я посмотрела, он будет сдаваться где-то за 1800-1900. То есть, как приблизительно, как предыдущий дом? Да, как предыдущий, да. Но если в доме будет выше страховка, здесь будет страховка чуть ниже, потому что, опять-таки, здесь будет, здесь есть и чуе, и чуе покрывает что-то из страховки, есть мастер-полоси. И центральное расположение к Winter Garden очень популярное место. И здесь есть две хорошие школы. Elementary, так себе рейтинг, но Middle School очень хорошая. И High School неплохая. Там 5 из 10, но для High School, для Орландо это хороший показатель. Так что здесь, в принципе, могут снимать семьи, опять-таки, с детьми возраста Middle и High School. Также у них бассейн здесь в райончике, да? У них есть бассейн в комьюнити. И Чуей довольно низкий. Сколько? 50? И Чуей 53 доллара в месяц. Намного ниже, чем все остальное, что мы видели. Да. Пройдемте посмотрим. Давайте посмотрим. Пройдемся быстро по цифрам. В этом тамхаусе три спальни, две полных ванных. Построен он был в 1989 году. 984 квадратных фит, в переводе 91 квадратный метр. Это поменьше, чем другие объекты, которые мы видели. Налог 1800 в месяц. Ой, извините, в год. 1800 в год. И мы уже посмотрели, что здесь есть в описании, что он булочный. Он не деревянный. Да, он построен из блока. Давайте начнем, наверное, с кухни, потом пройдем в спальню. Здесь открытая зона кухонная. Столовая. Здесь столовая зона. Ну, честно сказать, я вот даже не могу понять, где здесь телевизор поставить. Ну, да, вот, наверное, как бы идея, что она где-то здесь, но местной не так много. Потому что здесь столовая, а здесь постирочная. Ну, что есть, что есть. Ну, кухня сама неплохая, да? Сама кухня хорошая. Он был отремонтирован, тамхаус перед продажей. Кстати, эпокси здесь такой материал. То есть это не гранит, а покрыли эпокси. Да, планицы хорошие. Новые валюты. Планицы хорошие, я бы не сказала, нет, они не новые. Посудомойка не заменена, она другого цвета. Ну, качество неплохое. Газовая плита, да? Газовая плита, понимаем, у вас часто именно газовая плита, да? А, это не часто, не часто. Не часто, да? Нет, не часто. Не так повезло просто. В старых районах Орландо, да, есть газ. Ну, шкафчики, они не были заменены. Просто все вычищено, помыто. Проходим. Так, здесь у нас, возможно, будет мастер. Да, здесь у нас мастер получается, потому что есть свой санузел отдельный. Ну, опять-таки, здесь, скорее всего, на queen size bed. Да, он небольшой окна, тоже старые все, я думаю, да? Окна, да, Борис обратил внимание, что уже пощупал окна, посмотрел, окна старые. То есть, в принципе, ему еще нужна будет работа, чтобы привести его более... Здесь такая легкая косметика была сделана, а можно попытаться протестнуться в ванную. У нас очень хороший оператор, он сможет... Да, видно. Для небольшой семьи, в принципе, достаточно местного, но опять-таки, нужно понять и определиться. Скорее всего, здесь будет диван стоять, проход будет достаточно узкий, здесь бар, но... Здесь уже полет фантазии можно включить. Зависит, сколько людей, ему кто-то может сделать. Здесь маленькая такая комната для телевизора, вот, например, у них был крапель здесь, например. Да, у них здесь есть, скорее всего... То, может быть, они сделали маленький такой... Сколько людей, сколько комнатам нужно, потому что отсюда выход сразу на... Здесь и офис можно сделать. Кстати, да, здесь выход сразу на веранду. А вот там, кажется, бассейн, да, или нет? Или нет? Да, я думаю, что там бассейн. Там бассейн, да, я сегодня не видел, вон, вот, с вами. Вид... С веранды вид на забор бассейна. Можно сказать так, да. Но опять-таки, смотрите, мы потом пройдем во дворик, это там хаос, это не частный дом. И у него есть дворик и веранда, это уже большой плюс. То, чего в Кондо нет. Еще небольшая спальня. Вообще, размер дома, он небольшой. Небольшой, да. Да, да. 90... Он до 1000 скульпфит. Скверами, да, 90 метров квадратных. Здесь собака. Есть место, на море. И отдельный санузел. Тоже с вами. Выход на чердак. На чердаке у вас только утепление, да, я думаю, там не храните ничего. Это просто как... Я не думаю, что в этом случае там что-то хранится. Бывает, в домах чердаки высокие, да, и они уже обустроены. Как лофт делают. Так, здесь у нас стиральная, посушение, машина и кондиционер. И бак водяной, да? Окей. Инфраструктура. Пройдем мы в задний дворик. Идемте. Нам нужно будет выйти из дома. Нас попросили эти двери не открывать. Я могу даже догадаться, почему. Хорошего размера двор для атомхауса, я считаю. Он неухоженный. Здесь нужна работа будет. Но размер нормальный, да? Размер хороший. Забор чуть высокий. По крайней мере, да, есть забор высокий. Ну, заканчиваем. Да, мы заканчиваем. Борис, задам вам вопрос на засыпку из тех трех объектов, которые мы сегодня увидели. Ну, кондо был самый хороший, в самом хорошем состоянии. Опять же, это был кондо, то есть у него минус то, что это как квартира, не дом. В этой ценовой категории, как вы могли видеть, да, то есть в дома выбора большего не будет. Будет больше, наверное, кондо, может быть, таунхаусы. Я уверен, что есть много других объектов недвижимости, но мы, конечно же, не можем показать вам. Их очень много. Три довольно достаточно. Мне очень понравилось кондо. Я думаю, что есть из чего выбирать, есть из чего смотреть, посмотрим, как будет рынок дальше. Вы в этом специалисты расскажете нам и подведете уже итоги. И в любом случае, я думаю, что у нас будут разговоры с нашими клиентами в Манитобе, в Винни-Теге о том, что можно приобрести в Ирландо. И это было просто как для, ну, немножко понять, что можно увидеть. В общем, каждому будем выбирать по его требованиям, по его критериям, по его ценовой категории, конечно. Поэтому огромное спасибо, что вы уделили время и показали нам это. Я уверен, что очень многие люди будут смотреть и будут заинтересованы, посмотреть, что у вас есть. И, конечно, будем связываться с вами, чтобы работать вместе по этой теме, по приобретению недвижимости у вас в вашей солнечной, замечательной Флоризе. Да, Борис, спасибо большое за ваш фидбэк. Я кратко хотела бы сказать, что если вы хотите таунхаус в районе с отличными школами, нужно рассчитывать на ценовую категорию где-то 350-360. Это будет даже Лейк Нона можно найти, очень хороший район. Но мы смогли бы найти побольше вариантов. А если это сингл-хом в хорошем районе, трехбедрумный можно найти где-то 470, скорее всего, ближе к 500. Это будут районы с отличными школами, те районы, куда вы сами захотите переехать, своих детей перевезти. И также будет хорошо сдаваться, потому что в тех районах семьи с детьми тоже ищут аренду. На этом мы с вами прощаемся. Сейчас мы с Борисом проедем Winter Garden Downtown и посмотрим, что это за город. Огромное спасибо. Всем пока.